Девчонки, сентябрь так пролетел незаметно и так же незаметно, появились у меня новые фаориты, многое из любимого отправилось в пустые баночки, многое конечно из лета перекочевало так же все таки в осень, но так же есть и те продукты, которые были хорошо забытым старым и есть один, который будет просто моим ответом. Открытие в этом месяце, в общем если я вас заинтриговала, то оставайтесь вместе со мной, давайте раскроем это так же я непосредственно каждый день крашусь, в сентябре я так же мечтала не пользоваться никакой тенальной основой, просто так же брала в руки легкий крем, наносила его на лицо и пока он у меня впитывался, делала макияж глаз, конечно же день я просто так на глаза не наносила и использовала две базы по тени, одна из них это продукт от Essence, это тени суфле из серии Prima Ballerina в 0.1. Оттеночки, банки как и банки, банки вы видите, что они отдают такую некую розовинку, но когда вы начинаете распределять их по глазкам, когда вы начинаете их тушевать, они становятся абсолютно белой матовой подножкой. Для меня честно могу сказать, что это просто пятерка с плюсом, так как я очень любила мне там использовать белый карандаш, но все-таки по своей текстуре, такой очень твердый, он довольно проблематично тушевался, а здесь это просто два в одном и тени ложатся хорошо, и при этом оттенки становятся ярче, в общем рады, как не знаю кто. Но, как надо понимать, каждый день белую базу ты не будешь использовать, соответственно нужна какая-то нейтральная бежевая. И для меня этой базой был пробник с сайта Beauty Mineral, заказывала я его еще летом, но вспомнила только сейчас. Почему? Потому что, видимо, все-таки моя база от Tessas Alive Stage является моей любимицей, и даже сейчас я понимаю, что мне ее не хватает. Что же непосредственно по поводу нее, то она имеет очень такую вязкую тягучую текстуру, но за счет этого на ней оттенки лежатся просто отлично. Но не стоит пугаться того, что оттенки перестанут тушеваться, нет, тушуются, просто все на ура, и никаких проблем. Единственное, какие у меня есть претензии к этим продуктам, то что под конец дня они у меня все-таки забиваются в складочке. Если, давайте нанесем на нее наконец-то тени. В сентябре очень часто я понимала, что каждый день я хочу жить по-новому, и летом все-таки это такая некая лень, это отдых, когда ты не пользуешься всеми всеми запасами косметики, а тут вся моя палитра просто разбилась как не знаю что. Нанесла я все на руку, после моей небольшой болтовни вставлю сводч, точнее видео, там вы все сможете внимательно смотреть, если вам будет это интересно. Что по поводу оттенков, которые я использовала, да, большинство перекочевало из лета, это такая моя, некий такой мостик между солнечными деньками и той бархатной осенью, которая у нас сейчас. Также, к примеру, я вспомнила про свой вот такой вот безумный цвет голубой волны оттенок, который является для меня сейчас просто таким неким поднятием настроения. Вспомнила я, к примеру, про такие вот винные оттенки, в общем, я не знаю, есть ли смысл говорить про тени, потому что надо понимать, что тени это просто выражение нашего настроения, и то буйство красок, которое сейчас я нанесла даже на свою руку, выражает мое внутреннее состояние. Могу лишь сказать о том, что, несомненный фаворит, это, конечно же, у меня тени Artvisage матовые, но, к примеру, без той же вот этой тройки палетки, тройки теней от Lumine, я уже никуда. Ну и, в общем, тот продукт интрига, о котором я хотела вам сказать, это будет продукт, конечно же, для глаз. Я говорила, что я в поиске своей идеальной жидкой подводки, и я ее нашла. В тюбике она выглядит вот так. Это подводка от фирмы Bipera. Я думаю, что эта фирма явно не на слуху, я так и все понимаю, она только-только начинает входить на наш российский рынок. В Екатеринбурге, если я кого-то заинтригурую ей, ее можно купить в магазине, точнее, в торговом центре Гриневич, на третьем этаже. У них там прям отдельный стенд между бутиков. За что так покорила и меня эта подводка, за ее аппликатор? Честно могу сказать, что когда ты втаскиваешь ее, он кажется совершенно обыкновенным, и что здесь особенного. Но при помощи него можно рисовать совершенно различные стрелки, от самых супер тонких до таких хороших основательных подводок. Здесь вот я заскочила ее на руке. Мне очень нравится, как говорят, финиш. У многих подводок есть такая проблема, что после того, как она засыхается, она становится такой абсолютно матовой, невзрачной и некрасиво смотрится на глазу. Но у нее, ее штрихи, когда мы делаем на нашем глазу, они офигительно смотрятся. Причем как при дневном, так и при искусственном освещении. За что еще тоже люблю эту подводку, то что ей даже самыми трясущимися руками, даже когда вы встаете просто супер рано с утра, как примерно вот я, стул в шесть, то есть можно в любой момент нарисовать самые идеальные стрелочки. И не знаю, вот честно могу сказать, что с ней я наконец-то поняла, что стрелки можно делать каждый день, и каждый день они будут получаться идеальными и супер красивыми. В общем, я безумно довольна, как слон, наверное, этим продуктом. Всем рекомендую, девчонки, если вы проходили мимо, если у вас тоже начинает появляться эта фирма, обратите внимание. Финальный штрих в завершении макияжа глаз, это будет тушь. Две туши, которые я сейчас не выпускаю просто практически из рук. Одна из них, это знаменитая тушь от фирмы Белорусской Элит, и вторая от фирмы Рымал. Давайте начнем вот с этого продукта. Честно могу сказать, что она по-новому стала для меня раскрываться, потому что в течение трех дней ко мне подходили абсолютно разные люди и говорили, «Лиза, ты нарастила ресницы? Лиза, ты нарастила ресницы? Лиза, ты нарастила ресницы?» Я говорю, «Нет!» Они говорят, «Боже, тогда что у тебя на глазах?» И знаете, я вот так вот стою и понимаю, что, наверное, для бьюти-блогеров Ютуба эта вещь известна. А для вот таких вот обыденных, кто, по сути, не так маниакально увлекается макияжем, наверное, она будет, ну, непонятная вообще вещь. Девчонки, давайте я все-таки скажу о нее без грани сарказма и прочего. В общем, действительно, сейчас я понимаю, что вот эта тушь – моя палочка-выручалочка. Изначально я очень скептически к ней относилась за ее вот такую вот супер маленькую щеточку. Говорила, «Боже, что она может творить?» Но она действительно творит чудеса. Она офигительно делает длину, она просто классно делает объем, разделяет ресницы. По поводу подкручивания, она даже подкручивает, но хотя мне некуда просто подкручивать мои ресницы, и это, наверное, если только они будут пиваться в век, а так тушь просто офигительная и безумно действительно хороша. Действительно, из-за ту стоимость, ну, она, правда, дает ее не то, что на 100% носить 200 и 300. Но так как я вам показывала, что часто я использовала жидкую подводку, она имеет такое все-таки нехорошее свойство, что может свеплять ресницы, и их нужно разделять. Элит не так хорошо разделяет мои ресницы, то есть они получаются такими некими комками. И с этим, чтобы разделить ресницы, мне помогает вот тушь, может быть, даже не сама тушь, а щеточка у нее, от Rimmel, называется она Glamize Lash Blit. В принципе, вообще, сама по себе эта тушь предназначена для того, чтобы делать объем и приподнимать наши ресницы. Но лично для меня она именно помогает мне справляться с ситуацией, когда ресницы слегка слипшиеся, и нехота прибегать к таким экстремальным видам, как брать иголочку и разделять. В принципе, неплохая тушь, делая я тоже на нее обзор, могу сказать, что, в принципе, я, наверное, могу ее посоветовать, но не стоит, наверное, ожидать от нее чего-то сверхъестественного. Объем не очень сильный получается. По поводу приподнятия ресничек тоже ничего не могу сказать. Неплохая тушь, и досталась мне вполне за бюджетный день. Так как я в этом месяце не использовала никакой тон, то, соответственно, вы понимаете, что я использовала пудру. Но пудра была не одна, а в комплекте вместе с бронзером. И эти продукты у меня от фирмы Demi, шли они, кстати, в комплекте, и вместе с ним еще был тон. Внизу я оставила вам ссылку, как вы видели не все упаковки. Тон был очень плохой, он был очень жирный, и плохо распределился по лицу. Что я могу сказать по поводу я вот этих двух продуктов. Пудра сейчас идеально мне подходит по моему оттеночку, который переходит от загара к естественному. Также, за что мне нравится эта пудра, то что она, в принципе, очень хорошо маскирует недостатки. И не смотрится при этом маской на лице, найдя вот такой некой даже штукатуркой. Что по поводу бронзера. Видно, что он довольно сильно контрастирует с самой пудрой, но именно при помощи него у меня получалось создавать самую естественную скулу, которая даже до этого не могла добиться. Также в этом бронзере есть очень-очень мелкий шиммер, который, когда мы распределяем по нашему лицу, никуда не разлетается. Если даже удачно его нанести, то он может лечь прямо вот на зону естественного подсвечивания, и будет работать в качестве хайлайтера. В общем, я могу посоветовать этот продукт, вот эти вот, к примеру, два продукта из одного вам точно. Здесь, если вам интересно, снизу у меня также тени от Демини, но честно могу сказать, что тени меня по качеству не радуют. Ну и, конечно же, остался завершающий финальный штрих. Это будет макияж Гум. И очень часто в этом месте я использую вот этот блеск цвета шампанского, и называется он, в принципе, также шампань. Он от фирмы Avon Chocolate Drop. Супер маленькая упаковка, которую легко можно взять с собой, совмещать в себя сразу несколько качеств. Как я называю, все в одном. Он очень долго держится, он офигительно питает ваши губы, имеет супер вкусный запах натурального шоколада, и при этом он очень сладкий. Я знаю, что многие девчонки любят брать блеск для того, чтобы это вкусно пахнет, и охота, чтобы также они и выглядели на наших губах. В общем, девчонки, вот это для нас спасение. Я знаю, что они, в принципе, сейчас закрыли их производство, но если будут появляться на дикторах с продажей, девчонки, не упустите и присмотритесь. Вот здесь вот я на руках, на руках, здесь вот я на руке сделала сводчик, не знаю, будет хорошо видно или нет. Но, в общем, вот такие вот были у меня фавориты. Наверное, это было супербыстро и суперговорящее для вас видео, но всю информацию, я думаю, вы почерпнете. В общем, всем спасибо за внимание, всем спасибо за просмотр, жду ваших вопросов, комментариев, пальчиков вверх, пальчиков вниз. Всем вам, подписчикам, говорю, огромное спасибо. Всем новым подписчикам, говорю, подписывайтесь, вам здесь будет интересно. Всем до новых встреч, всем удачного времени суток, удачи в золотой и бархатной тёплой осени. Всем пока-пока, ваша голубая глазка. Субтитры сделал DimaTorzok